мы что-нибудь пропустили джон может быть ты хотел рассказать что-то и мы не дошли до этого просто давайте расскажу про цивилизацию на луне потому что это основная тема моих хорошо и расскажите нам про стеклянные строения которых говорит хогланд он называет это стеклом и он говорит что это особенный вид стекла но вы согласны с ним нет окей почему потому что кажется он говорит о снимках аполлона 14 и утверждает что эти стеклянные строения это купола верно эти купола содержат воздух нет воздух там это разряженная атмосфера но как вы знаете по закону бойла в атмосфере чем ниже тем она плотнее воздух опускается в кратеры если вы в кратере вы можете дышать без проблем если вы не в кратере это занимает какое-то время но по сути история цивилизации на луне начинается со времен ньютона кто-то повлиял на наши мысли по поводу луны с самого начала наших размышлений о чем-либо ньютон например он начал осторожно говорить что возможно у луны больше массы и это упоминается в его трех книгах которые сейчас называются начала вскоре после смерти ньютона кто-то довел его мысли чтобы создать то что называется законом всемирного тяготения ньютона это сформулировал не он это был кто-то другой он не считал что нужно указывать массу короче говоря в 1856 году был датский математик и астроном по имени петер андреас ганзен он предложил он занимался исследованием времени обращения циклами сатурна и других планет он знал очень много он также исследовал луну он обнаружил кое-что интересное про луну что когда делаешь расчеты о том где она должна быть в какой-то момент с учетом ее массы ее там не было и в 1856 году он выступил перед королевским астрономическим обществом и выдвинул гипотезу что на обратной стороне луны есть выступ который делал так что центр тяжести луны был на 57 километров дальше от земли чем считалось ранее и что по этой причине он считал что на обратной стороне луны может быть атмосфера и с этой атмосферой он полагал что там могут быть растений даже существа вроде людей его считали выдающимся человеком примерно до 1870 года когда человек по имени саймон ньюком приехал в париж и сказал всем что петер андреас ганзен говорит чушь что все это неправда и что даже если он был прав по поводу разницы цикличности что это ничего не меняло и угадайте кем был саймон ньюком он был рир адмиралом в мс сша и возглавлял обсерваторию в мс в вашингтоне округ колумбия причина по которой люди не верят в атмосферу на луне в том что для атмосферы нужна гравитация и они думают что там одна шестая земной гравитации их убеждали в этом долгие годы кто-то устроил это специально чтобы мы не думали что на луне есть гравитация но она есть и доказать это можно с помощью закона обратного корня булиальдуса ньютона который берет размеры планет диаметр планет и нейтральную точку нейтральная точка это место между землей луной где сила тяжести земли встречается с силой тяжести луны и наса всегда говорила нам что это 24000 миль если вычислять обратный корень с этим числом луны действительно одна шеста земной гравитации но правда в том что это нейтральная точка находится на 43 тысячах 495 милях и откуда мы это знаем мы знаем это потому что вернер фон браун сообщил нам 68 году и мы знаем это потому что в двух книгах по аполлону включая полос 17 и была еще одна миссия полон где конкретно сообщается что вот мы находимся на расстоянии 39 тысяч миль от земли и это нейтральная точка поэтому мы знаем что нейтральная точка находится на расстоянии от 39 до 43 тысяч миль и любая из этих точек при расчетах дает 60-64 процента силы тяжести земли на луне и имея 64 процента земной гравитации она может удерживать атмосферу и люди спрашивают если у нее есть атмосфера как же она удерживается ну так же как и на земле у них есть леса поляны озера реки люди цивилизация это находится на поясе луны сразу за горизонтом видимости земли и у меня есть снимок здесь но я не могу найти его но это на поясе это тот же самый пояс который посещали говард менгер и адамский я уверен что менгер на самом деле был на луне в 54 году они дали ему выйти из поезда чтобы вдохнуть воздух сейчас ему 86 лет он живет в вера бич во флориде я написал ему недавно чтобы выяснить точный цвет луны если вы передадите мне этот снимок я покажу его он за футляром с сигарами цветная фотография луны итак это кратер коперника и это тоже фото что и там все что я сделал это добавил точный цвет лунного неба и откуда я знаю его потому что я написал говарду менгеру который побывал там в 54 году и он сказал что когда он посмотрел в небо именно такой цвет он видел он сказал что это был шафрановый цвет я отправил ему несколько часов сводч шафранового цвета и он пометил именно этот оттенок крестом поэтому я добавил этот цвет на фоне кратера коперника и этот цвет небо на луне но почему он именно такого цвета а не мы считаем что это такой цвет потому что хотя атмосфера не такая плотная как на земле она выше и лучи проникающие в атмосферу будут отдавать такой желтый цвет то что мы видим на высоких горах на земле например это просто темно-синий цвет и то есть я знаю это потому что я был там тогда это должен быть другой состав атмосферы чтобы дать такой цвет там должны содержаться другие другие газы знаете об этом что-нибудь нет все что я знаю это что там можно дышать он сказал что сделал шаг наружу что было очень жарко но не так как нам говорят и он сказал что там точно нельзя было находиться долго из-за жара но он посмотрел наверху увидел небо такого цвета можете рассказать о нем что у него за история говард был просто обычным человеком и они посетили его и люди с луны прилетели и пригласили его туда он написал книгу под названием секрет улетающих тарелок из космоса фантастические свидетельства одного человека о пришельцах из других миров у него есть сайт я читал эту книгу несколько раз как видите здесь я пометил что именно он говорит о том что он делал на луне куда его возили там было много других людей места где он был одно из мест было похоже на долину огня в неваде он пишет вот мы остановились гид открыл дверь и дал нам высунуть головы наружу на пару секунд это все что мы могли выдержать снаружи было ужасно жарко как в печи я понял что никто не выжил бы снаружи очень долго и был рад что двери закрыли то есть поэтому они могли строить эти купола потому что там можно регулировать температуру верно можно регулировать да я уверен что там есть небольшие купола но я не думаю что они такие как говорит хогланд то есть огромные купола повсюду здесь он говорит я посмотрел на небо она была желтоватого цвета и когда я смотрел у меня возникло странное чувство что если я пройду немного вперед я сорвусь с края так как горизонт был очень близко с ним были другие люди обычные люди а также ученые геологи инженеры специалисты по ракетам астрономы если вы были на сайте живая луна и видели правительственные документы о том кто занимался проектами антигравитации 52 году лир инкорпорейтед компания моего отца стоит в этом списке и есть видео которое гуляет по интернету на котором он у доски объясняет ученым в институте бонсона как работают летающие тарелки это наверное 54 55 годы но факт в том что мы решили проблему антигравитации 57 или 58 и мы начали строить свои корабли были на луне 62 а меркурий джемин и аполлон были лишь прикрытием для всего что на самом деле происходило а что вы скажете на все снимки луны от нас а из миссии аполлон где не показано небо шафранового цвета почему так они всегда показывают чисто черное небо потому что они не могли показать настоящий цвет вот почему эти снимки такие фальшивые вот почему на них нет звезд у них не было выбора они пытаются рассказать нам что там темно что там вакуум во первых там не может быть вакуум потому что нил армстрон говорит что он мог поднять пыль своей ногой когда шел мы знаем что в вакууме пыль слеживается и затвердевает так что ее нельзя поднять ногами и они не могли показать небо потому что оно было шафранового цвета и это убедил бы всех что там есть атмосфера поэтому я не уверен был ли там аполлон 11 и вот почему они могли полететь на луну командный модуль мог облететь луну по орбите проблема которую я вижу это что у них было всего лишь двадцать две тысячи фунтов топлива они были на орбите высотой примерно от 15 до 80 километров это было бы невозможно при 64 процента земной гравитации даже если бы было с высоты 15 километров им нужно было опуститься на поверхность луны приземлиться а затем взлететь с двадцатью двумя тысячами фунтов топлива я не думаю что это правда у них не было достаточно топлива для этого во вторых у меня есть группа друзей которые удаленно просмотрели аполлон 11 и приземлялся ли он и они не смогли увидеть никакое приземление все что им удалось увидеть это какая-то операция прикрытия цру третьих это комментарий олдрина я хочу прочитать из книги база олдрина вот что олдрин сказал когда его спросили каково это было быть на луне и он с раздражением говорит боже мой я не знаю я просто не знаю меня мучает этот вопрос с того самого дня как мы покинули луну да да потрясающе четвертая причина это видео где падает стойка света маленький шаг для человека об этом говорили что это фальшивка если это правда фейк он был отлично сделан и был очень дорогим мое мнение мое мнение что это настоящая запись и это было во время съемок я основываю это на маленьких деталях например на лестнице например тени что все эти записи настоящий я считаю что это был настоящий отрывок где он говорит маленький шаг для человека пятая причина перегрузки которые они испытывали чтобы заходить и выходить с орбиты как вы знаете в посадочном модуле не было ни диванов ни сидений ни стульев они летели стоя они стояли у них были подлокотники один здесь один здесь и все что у них было это маленький ремень сбоку который опоясывал их и это даже слабее ремня безопасности они называются закрепляющие ремни и вы говорите мне что они вышли с орбиты с 15 километров и приземлились а потом рванули с поверхности с подлокотниками нет я думаю это неправда еще одно это разные лестницы на любом снимке маленького шага для человека и фотографиях Аполлона 11 после показана гораздо более тонкая лестница сделанная из трубок и похоже из алюминия в отличие от той которая на снимке маленького шага для человека которая минимум вот такая толстая и в виде английской буквы L так что это мое мнение я не думаю что Аполлон 11 приземлялся другие же возможно но я не уверен но если их приземлялись если кто-то вообще приземлялся это было с помощью технологии антигравитации нам говорили то же самое нам говорили что им помогли иначе они не смогли бы это единственное как они могли это сделать и они не могли преодолеть пояс ваналина у вас есть какое-то мнение на эту тему я думаю что это правда единственное почему я колеблюсь это потому что Боб Лазар сказал мне что в поясе ваналина не было никакой опасности но то что вы говорите про пояс ваналина спящий утверждает безапелляционно он говорит что никто не может пройти его что это защитный слой вокруг земли чтобы мы не могли улететь единственное как мы могли бы улететь это с чьей-то помощью нам сказали то же самое другие инсайдеры и спящий настаивает на этом очень интересно это снимок луны который был сделан ликской обсерваторией на любом снимке луны можно увидеть на любом снимке от самых старых до сегодняшнего дня здесь всегда есть яркое пятно под названием кратер аристарха наса ничего о нем не знают они просто говорят она очень белая мы не знаем что там почему оно такое на самом деле прошлом летом был один астроном в англии который сделал снимок этого кратера и вот он мы нашли то что мы считаем реактором ядерного синтеза 46 километров в диаметре можно видеть купол там ага можно видеть опорной секции можно видеть потрясающе синее свечение от радиации во время работы реактора однозначно то есть это ядерный реактор на луне и он видим на этой стороне луны верно и нам всегда говорят что то есть он всегда забелен на любом снимке они просто забеляют его и оставляют его так это отличный вы говорили об этом с хогландом я не помню говорил ли нет но я знаю что он не признает этого есть люди которые очень подозрительно исчезают и первый моем списке это боб нейтан боб нейтан возглавлял в нас работу по фотосъемке аппарата викинг и был очень известен всегда доступен для публики мы с бобом лазаром ездили чтобы лично встретиться с ним и задать ему вопросы о марсе нам дали бэджи нас приняли лично и он сказал нам все что знал то есть к нему был открытый доступ но сейчас если пытаешься найти его в гугле и о нем нет никаких записей вау так же как в википедии нет записей о джоне лили если посмотреть записи википедии единственное упоминание о нем единственное что сказано о нем это что нет никаких подтверждений его заявлений и это все в википедии то есть боб нейтан исчез насколько вы знаете из гугла да я не могу найти его я ищу его потому что я рассказывал историю о том как мы с бобом ездили в наса и мы поехали туда потому что боб только что уволился из сектора 4 и в секторе 4 ему показывали снимок региона который они называют седоне и там есть пирамиды лицо на марсе но ему показали четкие снимки и на пирамидах не было сомнений он видел двери окна ручки шарниры вау то есть это было жилое здание поэтому нашим вопросом к бобу нейтану был если другие снимки кроме тех что хогланд использовал в своей книге он сказал насколько мы знаем нет и тогда мы спросили эти снимки были сделаны на очень низкой высоте а викинг когда-нибудь опускался ниже чем высота с которой были сделаны всем известные снимки и нейтан сказал да но мы не делали никаких снимков на такой малой высоте и то что это показывает нам это снова как работает изоляция информации боб нейтан знал только одну часть своей программы но боб нейтан не возглавлял всю программу он был лишь фронтменом для некоторых проектов которыми сам занимался а ребята в австралии в камберри получали оригинальный сигнал и видели все что было на этих снимках и девушка по имени кэти томас которая работала в обсерватории goldstone в калифорнии рассказывала нам смешные истории мне и бобу потому что она получала снимки из австралии и она говорила мы сидели и ждали снимки с марса это занимало 24 часа и мы отправляли сообщение в австралию мол ребята уже заретушировали эти снимки они нужны нам я решил обучиться удаленному видению потому что у меня нет никаких способностей я не знаю когда моя жена злится я не знаю когда в дверь позвонят я не знаю когда телефон зазвонит я хотел узнать могу ли я удаленно видеть и ответом было однозначно без сомнения меня шокировало то что я смог сделать классно и одна из вещей которые мы делали это каждый день один человек давал другому задание что-то просмотреть я дал кому-то задание посмотреть венеру я ничего не говорил то есть не давал никакой информации наперед и в конце я смеялся потому что когда все закончилось ребята сказали вау ну и место я бы хотел побывать там потому что там очень красиво здорово я был очень доволен в конце пятидесятых пару людей с вмс запустили зонд чтобы узнать об атмосфере на венере и они сказали что вероятно на венере есть атмосфера и кто знает может быть и жизнь по какой-то причине эти исследования прекратились и моя теория такова что был какой-то генерал который сидел за столом со своими помощниками и говорил им итак вот план ребята нам нужно сделать так чтобы никто не поверил что на венере есть жизнь поэтому давайте свои идеи давайте вместе подумаем и кто-то говорит как насчет атмосферы серной кислоты хорошо хорошо мне это нравится атмосфера серной кислоты давайте ребята давайте мыслить нестандартно здесь что еще а что если там будут извергающиеся вулканы еще лучше мы скажем что на каждую квадратную милю на венере есть по вулкану и повсюду течет лава окей давайте еще идей а что если там будет давление в 90 баров это отлично отлично ничто не может выжать при давлении 90 баров в 90 раз больше чем на земле и он говорит кажется мы придумали отличную программу один из капитанов вдруг берет слово и говорит генерал я не думаю что кто-то поверит в эту чушь как такое может быть на планете настолько близкой к нам то есть чего там будет серная кислота извергающиеся вулканы и 90 баров давления и генерал говорит сынок не волнуйся об этом мы будем говорить это достаточно громко и долго чтобы они поверили и так родилась новая планета венера потрясающе это на самом деле очень вероятный сценарий который вы описали но адамский менгер я думаю либо видели венеру либо были там один из тех с кем мы встречались после нашего первого интервью это боб дин которого вы наверняка хорошо знаете и он сказал нам что пришельцы из-за которых власти больше всего беспокоиться это те кто выглядит в точности как мы и кто ходит по коридорам пентагона правительства и армии они могут идти по улице и вы не поймете кто они вы слышали об этом такие пришельцы есть но дело в том что мы заключили союз не с теми пришельцами мы считаем что серые наши враги и поэтому мы построили 12 или минимум 12 космических платформ вооружений для оружия направленной энергией которые летают вокруг земли и мы начали в 68 году еще до полета аполлона и развивали их с тех пор и то что они собираются сделать и когда я говорю они я имею ввиду этих скверных нацистов из наса если они не смогут избавиться от серых они взорвут землю потому что они не хотят чтобы серые получили то что они считают призом но они не понимают что есть миллиарды земель есть миллиарды земель почти таких же как наши и все они на разных стадиях развития и они думают что уничтожат планету но этого не будет и в подтверждение этой истории одна из вещей которые боб сообщил мне в тот первый вечер это что он видел послание которое мы отправили владельцам серых это было если не поможете нам избавиться от серых то земля не достанется никому и так даже боб сказал мне супер оружие которое у нас есть которая может уничтожить континент размером в половину южной америке я слышал то же самое от многих информированных людей что у нас правда есть страшное оружие и они не уверены чем все закончится то есть план уничтожить все если они не смогут избавиться от серых конечно они не избавиться от серых потому что серые повсюду я не могу сказать что они полезны но у них есть работа и они здесь чтобы сохранить наши контейнеры иногда это на добро а иногда на зло но это их задача и никто не сможет им помешать поэтому они почти наверняка защитят нас от любой катастрофы которая может нагрянуть окей а что насчет рептилий они отдельная тема у них своя цивилизация и они находятся под землей есть масса разных видов рептилий и мы с ироном шмидтом как-то общались с человеком очень информированный ученый он рассказал нам о своей первой встрече с рептилоидом и это было очень правдоподобно он работал лаборатории посмотрел на одного из коллег и задал ему вопрос и у того закрылась второе веко на пару секунд с нами связался один ученый и кстати он племянник одного из бывших директоров цру очень серьезный умный человек и он был всего пару дней на базе вдался для конкретной рабочей задачи с этого начался наш разговор и частью инструктажа перед походом в далс было то что ему сообщили что следует делать при встрече с рептилоидом это часть инструктажа очень официально и вот что ему сказали при встрече с одним из них нужно опустить руки вниз с открытыми ладонями чтобы показать что это жест подчинение и знак того что ты не угроза и он так и увидел одного рептилоида который без слов общался с серым только один раз на несколько секунд и он сказал что это огромное существо было внушительным высокомерным и холодным с таким видом как будто он мог убить тебя на месте и он просто попятился назад спокойно все в порядке и он шел и он рассказал нам об этом как о чем-то совершенно обычно однозначно это похоже на это то что вы слышали да тоже было во многих свидетельствах которые я слышал еще одна вещь о которой я хотел поговорить с данным бурюшем и почему я поверил данным бурюшу это из-за описания им всех деталей и формальности то есть как они сходили с самолета что они делали я смотрел его запись и он целый час описывал всю процедуру в таких деталях что я не могу понять как в это нельзя поверить это просто невозможно придумать о том как тебя провожают как меняется караул и все такое одна из вещей которые он упомянул это что его взвешивали то есть их взвешивают на входе и на выходе очень тщательно и я хотел сказать ему что это ввели за пару лет до него потому что все началось с Боба Лазара в одну из его поездок туда он взял с собой маленький фотоаппарат примерно вот такого размера и тогда они никого не обыскивали он зашел прямо в сектор 4 у него был стул и он наклонился и прикрепил и спрятал фотоаппарат где-то в ножке он собирался сделать снимок и вынести его но что-то пошло не так и он не смог и когда он уволился тот нашел этот фотоаппарат и тогда начались взвешивания классная история хорошо джон последний вопрос вы летали долгие годы были пилотом нескольких больших авиакомпаний то есть вы были в небе довольно много вы когда-нибудь видели нло знаете как я объясняю людям когда ты летишь ты не ищешь нло ты смотришь на приборы смотришь куда летишь или моем случае спишь поэтому а ночью когда нло увидеть легче ты не смотришь наружу во-первых перед тобой ярко освещенная приборная панель и она отражается на окне то есть вокруг тебя масса отражений ты смотришь на то что происходит или как я спишь поэтому очень трудно ты ничего не замечаешь тебя нет возможности заметить никакие нло для этого тебе нужно прижать лицо к окну и сложить руки вот так кто будет это делать ясно но да два раза я видел нло первый раз шестьдесят шестом году на снижение к лос-анджелсу на самолете лирджет на этом длинном коридоре снижения я снижался и увидел белый объект летящий слева направо прямо передо мной и он выглядел в точности как м2 f2 или летающая ванна которым разбился человек за 70 миллионов долларов если помните этот сериал у него не было двигателей точнее был один двигатель для приземления и он выглядел как летающая ванна вы имеете ввиду человека за 60 миллионов долларов да когда я приземлился я даже потратил время чтобы позвонить главному пилоту лирджет и сказать эй вы не поверите м2 f2 пролетел мимо меня сегодня в палм спрингс и только спустя годы я понял насколько абсурдно это было что м2 f2 мог летать поперек коридора снижения к международному аэропорту лос-анджелес то есть они испытывали эту штуку далеко в пустыне так что это было явно что-то окей два раза это был первый до затем на локхит l-1011 прямо перед выходом на пенсию я работал в компании kitty hawk international и летел на запад от среднем западом точнее к юга чикаго я смотрел на юг и ребята с которым я летел не интересовались и на лоне хотели ничего слышать об этом не было никакого смысла рассказывать им об этом поэтому я не пытался ничего увидеть и к тому же я все равно обычно сплю но просто так получилось что я не спал в этот раз было очень темно и очень тихо я увидел эту штуку летящую к нам и потом просто прочь далеко в космос я думаю вау это было нечто и вот я вижу вторую бум точно так же я думаю ничего себе слушайте надо сказать ребятам но если я скажу еще одного не будет я выставлю себя идиотом но вот летит третий точно так же я говорю ладно попробую я ребята посмотрите-ка сюда и 5 подлетел еще один бум также и они говорят блин мы ничего такого не видели раньше так что это был второй раз это было здорово потому что они оба увидели его и не могли отрицать это то есть они оба были в шоке это точно было нло хотя слишком маленькая чтобы разглядеть его и в каком это было году вы помните наверное 98 97 98 я уверен что это было что-то из нашего и так люди говорят ладно джон есть летающие тарелки есть рептилоиды есть секретные базы и секретные спутники мы сами устроили 11 сентября мы бомбили себя идут войны ты говоришь что ядерная война надвигается что нам делать со всем этим что это значит для нас и главное во всем этом это постараться вырасти в собственной жизни и сделать это можно стараясь жить без зависти ненависти и жадности а также проводить максимум времени со своей семьей говорить своим близким как сильно вы их любите это все что мы можем сделать мы не можем ничего сделать с плохими ребятами мы не можем ничего сделать с тем что происходит с детьми по всему миру мы не можем ничего сделать с ядерной войной если она будет все что мы можем сделать это взять ответственность за себя то есть прожить свою жизнь без зависти ненависти и жадности и говорить каждому члену своей семьи как мы их любим и говорить это им каждый день Я стараюсь жить без зависти, ненависти и жадности, но в мире однозначно полно засранцев, так что... Но отлично мы поставим это в окончание. Субтитры создавал DimaTorzok